Тут помню, друзья, когда я уезжала надолго из Англии, на целых два месяца, когда я была в Таиланде, в Паттайе, то я там для вас точно так же снимала видео, конечно, старалась, но я их не выкладывала. Во-первых, там очень медленный интернет, сложно всё это, но и потом думаю, что как-то не хочется мне, знаете, сырые видео выкладывать. Я привыкла уже монтировать, озвучивать сверху. Я привыкла немножко, знаете, подготавливаться к тому, что я буду вам говорить. Но я имела много нареканий от своих подписчиков, от своих зрителей, которые чаще всего недовольны, а недовольны чем? Что я вот пропадаю вдруг надолго? И что же я не могла, как мне написала одна моя зрительница? Ну и что, что вы уехали? Подумаешь, уехали. Что же вы не могли нам видео оттуда снимать? Я хотела тут немножко развить тему по поводу того, что, ну я, знаете, всё-таки ж отдыхаю. Я всё-таки ж решила приехать отдохнуть немножко. А это видео, если делаешь для вас, то это огромный труд. Это не просто всё так. Ляп-ляп-ляп, лишь бы как, а бы как, сделал и вот. Вот, но сказали, что нет, нет, не поняли меня. Могли бы сделать, типа того, что коротенькое видео, но всё-таки не пропадать так надолго. И вот я решила исправиться теперь. Я же всегда прислушиваюсь к пожеланиям моих зрителей. Я решила исправиться. И вот теперь я вот такие вот сырые репортажи, с колена, как я их называю, вам буду иногда делать. Потому что действительно, вы знаете, первые впечатления, они самые, пожалуй, даже главные и, наверное, самые интересные. Потому что, когда я уже приезжаю, наснимая вам огромный материал из какой-то страны, я, озвучивая его уже дома, уже спустя какое-то время, я понимаю, что весь вот тот кураж, который был у меня, когда я видела все эти красоты новой страны, когда я только-только с ней знакомилась, он, этот кураж, уже пропал. И я как-то спокойно уже начинаю вам это всё рассказывать. Ну, может быть, даже вам бы было интересно, когда я делаю видео на кураже. Единственное, конечно, что сейчас мне подвластно просто сразу, это видеоряд. То, что я могу вам показать сразу. Вот эти все красоты. Здесь бы надо музыку, музыку, музыку включить. Музыку. Ну, ладно, друзья, я ж не об этом. А то говорят, что я всё цветочки, цветочки показываю. И показывайте дальше ваши цветочки, как сказали мне. Вы больше ни на что не способны, другое. А я на такие злобные комментарии, что-то как-то уже даже, вы знаете, не реагирую. И стараюсь их не замечать. Недавно смотрела опять Comedy Club. Я, когда где-то нахожусь в путешествии, то вечером для того, чтобы заснуть после такого насыщенного дня, я обычно слушаю что-нибудь в интернете. И вот смотрела Comedy Club. И там Павел Воля, так вот он тоже назвал даже свой очередной монолог «Агрессия в комментариях в интернете». По-моему, как-то так. И вот он там рассказывает как раз, что даже его достали уже. Достали эти диванные аналитики, эти комментаторы, люди, которые недовольны буквально всем. Он там, конечно, перечисляет и читает даже те комментарии, которые приходят ему с личными оскорблениями. Вообще ужасные комментарии, понимаете? Негатив сплошной. Но он смог, знаете, как-то это всё классно так, классно обыграть. И потом даже вспомнил, что есть такая комната снятия стресса, в которой вы приходите, платите 3 тысячи рублей, и вам дают тарелки. Тарелки, да. И вы их бьёте там, и снимаете вот это вот напряжение. И вашу ответную агрессию вы тоже снимаете. Ну, вы знаете, помимо негатива, конечно же, есть и позитив. Вот, например, меня уже стали узнавать. Стали узнавать на улицах. Первый раз это случилось 3 года назад, когда я приехала в свой любимый город Новочеркасск, иду по улице со своей подругой, и вдруг ко мне подбегает женщина, и она говорит, «Вас зовут Галина?» Я говорю, «Да, перепугана». Ну, и она меня хватает за руки и начинает мне признаваться в том, что она давным-давно смотрит мой канал, и что ей там всё нравится. И, в общем-то, конечно, вроде как и приятно, но получается потом такие, знаете, недоразумения. Потому что обычно люди считают, что если они знают меня и всё обо мне знают, то я уже как бы их близкая подруга, и я должна, наверное, тоже о них всё знать. И начинают со мной так разговаривать, как будто я их действительно тоже знаю. А я этого человека вообще вижу впервые. Вот потом у меня была такая же история в Таиланде, кстати, в Паттайе. И тоже мы вечером сидим с Татьяной, отдыхаем, скажем так, расслабились там вечерочком в 10 часов на русском квартале. И опять же подбегает женщина с мужем и спрашивает, «Вы случайно не в Англии живёте?» Я говорю, «Да», точно так же ей шёпотом. И вот она сразу тоже начинает мне рассказывать, что она давно смотрит вместе с мужем мой канал. Так, ну получается, что я хвастаюсь, что ли? Что-то я как-то не туда зарулила, по-моему. Поэтому сейчас у нас брейк, музыкальная пауза, и мы с вами продолжим. Как вы сами понимаете, это видео я уже монтирую. Я хотела его вам сразу снять с коленки, как говорится, но получилось так, что не вышло сразу. А вот когда я монтирую, то я уже тут, конечно же, делаю всё возможное, чтобы вам было смотреть интересно. Может быть, особо на кураже и не получилось, но много разных сюжетов у нас зато. Хочу напомнить вам, что мы гуляем по парку в Сантьяго де Компостело, и как здесь отдыхают испанцы. Это, кстати, обычный будний день, и даже дождливый. И вот сейчас в 5 часов вечера закончилась работа у людей, и они вот таким вот образом приходят в парк, включают сами музыку. Вот видите, здесь даже меняются музыканты. Вот играли одни, потом пришли другие, и все начинают танцевать. В общем-то, очень классно. Кстати, а вот как вы относитесь к таким зонтикам-тростью? Вот такой зонтик-трость. Замечательный, прекрасный. А ещё у меня вот такой был. Этот вообще очень красивый. И, кстати, он какого-то очень модного бренда. И очень старый зонтик, но великолепный. И этот зонтик, самое интересное, что мне отдала женщина, которая не могла его закрыть. Очень пожилая женщина. Она торопилась на автобус и говорит, мне так не хочется этот зонтик оставлять и выбрасывать. А он у меня вот застрял и не закрывается. Может быть, вы возьмёте. Так жалко. Я вот на автобус никак не могу с ним зайти. Ну и я его, конечно же, взяла. Он красивый. И он, кстати, тоже тростью. И очень красивая такая трость с большой прозрачной ручкой. Именно для женщин зонтик. Но, к сожалению, закрыть я его не смогла. И точно так же мне пришлось его дальше передать. Такой зонтик, переходящий в импел, получается. Ну и на самом деле, вы знаете, действительно у него какой-то очень знаменитый бренд. Я сфотографировалась с этим зонтиком, кстати, вы видели, да? Ну, хотя бы память останется. А вообще дождь такой был. Вот я показываю. Посмотрите. Как раз цветущие все деревья, они обсыпались, потому что начался дождь. Это Сантьяго де Компостело у меня было два последних дня. И я ходила под проливным дождём. С утра до вечера шёл дождь. 25-26 апреля. И вы знаете, не хотелось, конечно, дома сидеть. Поэтому зонтики были как раз кстати. Так вот, я начала вам показывать зонтик-трость. И интересно было для меня увидеть, что сейчас очень много людей перешли именно на зонтики-трости. И они точно так же продаются. Вот я себе купила тот первый зонтик. Он тёмно-зелёного цвета. Ну, он, конечно, не такой уж красивый, как вот этот красненький был. Но тоже ничего. Он меня, в общем-то, спас, конечно же, за эти три дня, чтобы так уж сильно не промокнуть. Ну, и потом мы разговаривали с моей хозяйкой, у которой я жила, испанка, Сантьяго де Компостело. Она живёт почти в центре. Женщине за 70 лет немного. Они вдвоём с мужем живут. Квартира в основном сдаёт тоже. Вот такая же квартира, как у моей знакомой Надежды. Что меня удивило. Заходишь, общий коридор длинный и комнаты в разные стороны. Такое типа гостиничного такого, не знаю. А на экране у нас, вы видите, вдалеке прекрасный вид собора Святого Якова, собора Компостело Сантьяго. И это парк, я гуляю, который называется Аламеда. Аламеда, я его для себя открыла на третий день, когда сюда приехала. Мне очень нравилось там гулять. Все мои съёмки вот сегодня именно там. Я рассказывала вам, что в любой стране есть такие лавочки, которые нужно знать точно, на которые садишься. И это значит, что ты ищешь компаньон на себе. Чаще всего эта история, она 50+. И вот посмотрите, сидят здесь сплошь мужчины, 50+. Видите, вот эта вот площадь, такая маленькая, ну площадочка даже, скажем, да. Не вся, но вот именно здесь, на углу, это именно та история, где ты можешь сесть, и люди, мужчины, они понимают, что значит, ты ищешь каких-то отношений, ищешь мужчину, и они к тебе могут подойти, не боясь быть отвергнутыми, скажем так. Вот, и знаете, самое интересное то, что когда я подошла сюда, села на этот край, эти все мужчины, они настолько сразу все повернулись и обратили на меня внимание. Просто было колоссально. Сразу заметна их реакция. Но вы же помните, какая я-то красотка, посмотрите. И эти мужчины, они, по-моему, старше меня все, и намного старше. Ну как-то, нет, как-то они тянут. Я, конечно, шучу, друзья, но в принципе, да, так и есть. И да, и, кстати, если кто-то у меня спросит, откуда я узнала про вот эту лавочку, то мне именно о ней сказала Мария, моя хозяйка испанка, о которой я вам уже рассказывала вначале. Она очень плохо говорит по-английски, но все-таки мы с ней когда-то за чаем в самом начале смогли объясниться. И она мне сказала, узнав, что я одинокая, сходить вот туда вот и посмотреть. Кстати, вы знаете, у меня осталось немножко, я сняла ее квартиру, то, о чем я говорила, и, может быть, будет для вас интересно. Хочу показать вам, возможно, кто-то не видел, как здесь попадают испанцы в свои квартиры. Вот нужно специальный ключ, вы его поворачиваете, дверь лифта открывается, заходите, и здесь точно такой же, все пять этажей с ключами. Вы находите свой этаж, поворачиваете ключ, и лифт вас повез на пятый этаж. И теперь смотрите, я зашла через эту дверь, а сейчас у меня открылся вот эта дверь. И мы попадаем сразу в квартиру из лифта. Видите, как здесь очень необычно. Квартира вот такая вот, чаще всего тоже, посмотрите, очень много дверей, длинный коридор и выход в одну и в другую сторону. Вот так красиво мне подали обычный кофе. Это просто кофе с молоком. Выглядит оно, знаете, лучше некоторых капутина. Посмотрите, какая пенка и кофе, уверяю вас, очень вкусный. Ну и я, конечно же, в этом остановилась, в красивом садике. Птицы поют отовсюду. Но я смотрю, что птицы в основном воробушки здесь у них. Сегодня такой день у нас чудесный. Просто погода на удивление радует. Второй уже день здесь. Плюс 22, плюс 23. И я нахожусь в городе Сантьяго де Компостела. Вот они, мои друзья. Птицы. И насколько умные. Каждая печушка. Вот смотрите, они ко мне налетели. Только я сюда села. Со всех сторон, вы видели, даже на стул селись и сбоку на деревья. Я думаю, ну сейчас покормлю. А у меня же кроме хамона ничего больше с собой нет. И я им вот этого хамона здесь накрошила, бросила. Что вы думаете? Они посмотрели на хамон, посмотрели на меня. И улетели, обиделись. И больше вот я сижу, ни одной птицы рядом не пришло. Ни одной птицы рядом. Они поняли, что от меня взять нечего. И улетели к другим. А у меня на сегодня всё для вас, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел до конца. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Пожалуйста, не забудьте написать свой комментарий. Я поздравляю с праздником всех, кто празднует сегодняшний день 9 мая. Великий день. Всех с праздником, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока.